Бонжур. Тема мажорный. Мой день. Je me réveille à sept heures. Я просыпаюсь в семь часов. Je me réveille. Будильник. Un réveille. Слово мужского рода однокоренное с этим глаголом. Глагол возвратный. Как и у нас, впрочем, я просыпаюсь. Je me réveille. Je me lève. Я встаю. Je me lève. Comme д'habitude, как обычно, я лев ток. Я встаю рано. Я лев ток. Я встаю поздно. Как д'habitude, я лев ток. Я лев ток. Я лев ток. Я привожу себя в порядок. Je fais ma toilette. Je m'abille. Я одеваюсь. Je m'abille. Мама, aide-moi, s'il te plaît. Мама, помоги мне, пожалуйста. Je prends le petit déjeuner. Я завтракаю. У французов два завтрака. Первый называется le petit déjeuner. Маленький завтрак. Это быстро что-нибудь перекусить. Comme d'habitude. Как обычно, c'est un croissant. Это croissant. Ou du pain avec de la confiture. Или хлеб с вареньем. Du café au lait. Coffee с молоком. Du thé, peut-être. Чай, может быть. Le petit déjeuner. Первый завтрак. Je prends le petit déjeuner. Это устойчивое выражение с глаголом «брать», глаголом «prendre». Je prends le petit déjeuner. Je sors de la maison. Я выхожу из дома. Из предлог «de». Je sors de la maison. Или можно использовать другой глагол «покидать». Je quitte la maison. Он требует прямого дополнения, без предлога. Я покидаю дом. Je quitte la maison. Je vais au travail. Я еду на работу. Je vais au travail. Можно без слияния произнести. Или je vais au travail. Со слиянием. Тогда буква «с» произносится как «з». En auto. Na machine. En bus. Na autobus. En metro. Na metro. То есть там, где мы находимся внутри, то предлог «en». A pied, пешком. A vélo. Na велосипеде. Слова «auto», «bus», «métro» – это краткий вариант более длинных слов. Auto, автомобиль, bus, autobus, метро, метрополитен. Je vais au travail. Je vais au travail. Le train, le train, поезд. Le metro de Paris. L'entrao, schéma, le schéma, schéma, metro Paris. Вот, длинное слово «metropolitain». c'est l'autobus, le bus, c'est le train, je passe 6 heures au travail, я провожу 6 часов на работе, je passe 6 heures au travail, je prends le déjeuner à 11h du matin, я завтраку, теперь это второй завтрак в 11 часов утра, je prends le déjeuner à 11h du matin, ou à midi, или в полдень, je reviens du travail à 6h du soir, я возвращаюсь с работы в 6 часов вечера, здесь мы видим du, это предлог de, слился с артиклем le, здесь нам нужен этот предлог, это я возвращаюсь с работы, а слово работа мужского рода, поэтому нужен артикль le, получается du, и 6 часов вечера, 6 часов вечера, это как раз тоже использование предлога de, только уже потому что эта конструкция притяжательная, кого чего соответствует родительному падежу в русском языке, 6 часов чего вечера, тоже слово мужского рода, поэтому du, je reviens du travail à 6h du soir, je reviens tôt, я возвращаюсь рано, parfois, иногда, il y a un embouteillage sur la route, есть пробка на дороге, есть такое выражение во французском языке, il y a, оно используется для того, чтобы сказать есть, что есть, есть пробка, он, он embouteillage sur la route, на дороге, «Je reviens tard, я возвращаюсь поздно», «Je reviens тôt, я возвращаюсь рано», «Je reviens tard, я возвращаюсь поздно». Вот какая может быть еда, «les repas еда», «le petit-дежене», «le matin, поутран, le petit-дежене», «Je prends le petit-дежене» «a 7h du matin», «я завтракаю», «первый завтрак», «7 часов утра», «je prends le déjeuner» «a midi», «я второй завтрак», «jem» «в полдень», «je prends le goûter», «это полдник», «je prends le goûter à 5h de l'après-midi», «я ем полдник» «в 5 часов дня», «вот это время», «вот полдень» «это midi», «а время после полдня» «до 6 часов», «там уже вечер начинается», «le soir», «называется l'après-midi», «после полдня». «Je prends le dîner», «ужин», «le dîner à 8h du soir», «восемь часов вечера», «à 7h», «à 8h», «в 7h», «восемь», «je prends le dîner à 7h du soir», «или можно сказать «je dîne», потому что есть и глаголы, просто глагол «dejeuner», «завтракать» и «обедать» тоже получается «dejeuner» и «dîner», «ужинать». «Je me repose», «я отдыхаю», «je lis un livre», «я читаю книгу», «je me promène», «я гуляю», «глагол возвратный», «я меня прогуливаю», «je promène mon chien», «я прогуливаю мою собаку». Мы как говорим? Мы говорим «я гуляю с собакой», а тут прямое дополнение. «Je promène mon chien». Вот она говорит «mon chien a besoin d'exercice». Моей собаке нужна нагрузка, упражнение, экзорсис. «Je promène le chien tous les jours». Я гуляю с собакой, я прогуливаю собаку все дни. Ну, то есть синоним каждый день выражению. «Ту ле жула». «Же сомей» – «Я хочу спать». Когда рассказываем про состояние своё, очень часто это выражение с глаголом «avoir» – «иметь», «же» – первое лицо, единственное число этого глагола. Помните, мы уже знаем, когда хотим есть, надо сказать «же fin». Когда хотим пить, надо сказать «же suave». «Же сомей» – это когда хотим спать. «Же сомей» – «верт 9 heures». «Я хочу спать к 9 часам». Здесь тоже, обратите внимание, числительное 9-9 при слиянии со словом «эр», которое произносится с гласной, говорим «в 9 heures». Вот малыш говорит «же сомей», «бонне nuit» и «а demain» – «спокойной ночи» и «до завтра». «Je prends le bain» – «я принимаю ванную», «je dis bonne nuit à ma famille» – «я говорю спокойной ночи моей семье», «et je me couche à 10 heures», «и я ложусь в 10». «De bonne heure» – это выражение «рано», «ложусь спать рано», «de bonne heure» или «tarde dans la nuit» или «поздно ночью» с предлогом «дан». Это предлог «в». «Tarde dans la nuit» – это устойчивое выражение «de bonne heure», «рано» – это именно «проложиться спать», или «tarde dans la nuit» – «поздно ночью». «Je prends le bain» – «я принимаю ванную», «можно сказать «je prends la douche» или «je me douche». В предыдущих видео мы это брали «я душ принимаю». «Je dis bonne nuit à ma famille» – «спокойной ночи», «bonne nuit», «et je me couche» и «я ложусь». «Je me mets au lit» – «я тоже ложусь в кровать». Это глагол «mettre» – класть, ставить, надевать, возвратный его вариант. То есть я меня кладу в кровать. «Je me mets au lit» и «je m'en d'or» – «и я засыпаю». Это глагол «засыпать» именно, он тоже возвратный. «Je m'en d'or». «Ma journée est fini» – «мой день закончен». «Ma journée est fini». Ещё в конце хочу сказать, что есть такие пары слов. Есть слово «jour» – «день», и есть это слово мужского рода – «un jour». И есть слово «journer» – и это слово женского рода – «une journée», «ma journée». Когда хотят сказать, например, «сколько дней», тогда скажут слово «jour». « Trois jours» – «три дня». Когда хотят подчеркнуть протяжённость, то есть использовать это слово как обозначение временного промежутка. Тогда будут использовать слово «journer», вот как здесь. «Мой день» – это вот этот временной промежуток. Тогда «ma journée». Такие же пары есть, например, у слова «утро» – «le matin», но есть слово «la matinée». Если я, например, всё утро что-то делал, это уже временной промежуток, и мы скажем «toute la matinée». У слова «год» – то же самое. «Un an» – «год», например, про возраст. Ему 10 лет. «Il a dix ans», потому что это количество. Тогда используем слово «un». А если что-то делать весь год, то будет слово «année», тоже женского рода. «Toute la année» – весь год. Слово «вечер», тоже самое. «Le soir» и «la soirée». C'est tout. Au revoir.